Новая цирковая программа, новые рекламные афиши. Чтобы завлечь на шоу, как можно больше зрителей по городу развесили сотни плакатов, баннеров и растяжек. Причем многие из них размещены незаконно. Яркий пример остановки общественного транспорта. Клеить на них объявления строго запрещено. Но вот, среди предложений о покупке антиквариата и помощи наркозависимым, в очередной раз красуется стенд с рекламой циркового представления. Казалось бы, крупное госучреждение должно соблюдать законы. На самом деле, никакого отношения Ивановский цирк к афишам не имеет. Мы непосредственно консультируем и говорим, что где-то расклеить можно, где-то нельзя. Отношения к этим постановкам, которые вы говорите на афишах, мы отношения не имеем. Проблема незаконного размещения рекламы на остановочных павильонах давняя. В мэрии о ней хорошо знают. Управление муниципального контроля регулярно инспектирует объекты, выдаёт подписание устранить нарушения. Расклейщики объявления работают по ночам или в утренние часы. Поэтому поймать их с поличным непросто. Да и права задерживать у представителей администрации нет. Здесь мы обращаемся за помощью к полиции. Проводим регулярно совместные мероприятия, но мы должны понимать, что это не может быть постоянно. Это такие мероприятия. Мы выходим на заинтересованных лиц, на выгодоприобретателей, на тех, чья реклама расклеивается. Были встречи многократные и с цирком Ивановским, и с филармонией, и с Ивановым концертом. Ну, правда у каждого своя. Они зачастую уверены, что для них это единственный возможный способ существования. Мы, в свою очередь, уверены, что это неприемлемо. Так или иначе, рецепта борьбы с мелкой незаконной рекламой у мэрии нет. Разговоры с организаторами не приносят никаких результатов, да и действенных механизмов для наказания расклейщиков тоже нет. Вот и получается, что цирк уезжает, а афиши и грязные остановки остаются. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.